Всем привет, с вами новая серия Стилов Дели. Я Серега Стилов, нахожусь сейчас около сливы на стоянке. И заметьте, с крылом все хорошо. После случая с Мэдмайком на следующий день я сдал сливу в Rockstation. И мне все сделали буквально за три дня. А именно, восстановили оригинальное крыло, все заклеили стекловолокном и покрасили. Цена вопроса 10 тысяч и крыло как новенькое. Хотя Кирилл сказал, больше его не ломай. Ну а я сейчас заведу сливу и поеду на ней на площадку Культура Заноса. Мы будем там снимать видос. Вас ждет много всего интересного. Как минимум, это испытание сливы и испытание антилага. И обязательно ставьте лайк этому видосу. 20 тысяч лайков и выходит новый видос. Все, погнали! Мы сейчас находимся перед въездом на автодром Ржевка. Там, где тренировочная площадка. Сейчас жду, чтобы кто-нибудь приехал и встретил меня. Как вы узнали, я сегодня на сливе сюда приехал, чтобы, во-первых, записать видос, который я давно хотел записать с тестом антилага и лаунча. Ну и немножечко покататься тут на сливе, посмотреть, как она будет дружить с этим дорожным покрытием. Да и вообще хочется просто покататься на сливе. Впереди ждет большое препятствие. Вот здесь такая, знаете, чисто классическая дачная дорога. Большущие ямы, лужи. Я-то на Лавре это все еле проезжал. На сливе будет, конечно, потяжелее, но ничего, справимся. О, я уже слышу, как выхлоп сифонит где-то здесь. Итак, мы тут на аэрокапах передвигаемся. Вроде как я не так поехал. Я проехал самое сложное препятствие. Супер гигантскую яму просто. Видели, как слива повисла? Это было забавно. Доехал до площадки, уже припарковался. Народ на мислах валит. Сразу хочется, конечно, Лаврам. Так а вы огнетушители не хотите приготовить? Да, вы огнетушитель-то подготовили. Хотя пахнет антифризом, наверное, да? Да, вот, 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 давай. Горит оплетка. Давай быстрее. Вот, блин, где подготовленные маршалы? А, я не знаю вообще. Не твое мероприятие? Нет. Потушили Лавра. Сразу же такой экшен. Загорелась оплёточка коллектора. Долмпайпа скорее даже. И антифриз палился. Мы сейчас отъехали в другую часть площадки. Илья Полищук выделил нам специально для этого места. Спасибо ему большое. Площадка, кстати, называется Культура заноса, кто не знает. Здесь школа дрифта, трек-день. Приехал мне на помощь Даня. Даня, привет. Привет. С Ронином, с хорошим фотоаппаратом. И мы сейчас будем снимать этот видеоэксперимент, этот челлендж. Что сможет антилак и лаунч-контроль против разных предметов? Вчера в магазе ночью я закупился неплохо. У нас есть арбуз, у нас есть помидорчик, у нас есть два яйца, лампочки и разные бокалы. Я думаю, будет интересно. Так что смотрите этот видос обязательно. Это Nissan Silvia S15. Включаем лаунч. Оп. Здесь, короче, дырка. Вот. Гость программы, можно сказать, арбуз. Мы отсняли видосик. Конечно, не полностью оправдались ожидания, но все равно получилось очень интересно. Сейчас вернулись тут на площадку. Сегодня достаточно большой трек-день. Он, кстати, стоит тысячи рублей. Приезжаешь и катаешься целый день. Мне тут сказали, что ручник поставили на место. Он прям реально на месте? Ого. Мы чуть-чуть укоротили. Так, что, дашь прокатиться? Да ради бога. Не, серьезно, пожалуйста. Да. Да. Нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дань, тебе шапочка Кипит Стрит, как тебе такое? Нормально? Да нет, за что. Давай, носи на здоровье. Закончились на сегодня катания. Кстати, вы заметили, что я свапнулся с кепки на шапку? Шапка Кипит Стрит. Сделали с трейлхедом коллекцию шапок Кипит Стрит, поэтому к зиме обязательно приобретайте, утепляйтесь. В принципе, сегодня накатались, сейчас уже все разъехались. Я собрал сливу, переодел колеса. Круто погонял на сливе, затестил ее здесь на площадке. В принципе, покрытие для нее окей. Асфальт был такой полусухой, полумокрый, то есть еще и холодный. В сливе, конечно, нормально не зацепиться. На лавре реально быстрее ехать здесь, чем на сливе. Ну, плюс, конечно же, лавр это миссл, и на лавре можно себе многое позволить. На сливе я себе пока не позволяю, может быть, это и к лучшему. Поэтому в спокойных режимах покатался, затестил лаунч, затестил антилак. Он вроде как работает, вроде как нет. Надо его детально все-таки будет обкатать. С Семеном, возможно, настроить. Это все, конечно же, не для каких-то спортивных достижений и так далее. Это все чисто ради стилька, может быть, на видосик, чтобы она так вот грычала, грохала, огнем пулялась. Это, конечно, все на видосах очень круто смотрится. В сливе большая мощность, и, конечно же, 225-я резина, 235-я резина, это все не для нее. Ей нужна реально какая-нибудь широкая держаковая резина, чтобы я узнал, что такое ехать на широкой резине, ее прокручивать, еще и на спущенной широкой резине с развалом 0, и чтобы она прям пуляла. Но, опять же, зачем мне это пуляла? Пуляла нужно для соревнований, для серьезных соревнований. А чтобы вот так вот стриток давать, вполне этого хватит. Именно комфортно едешь, ты можешь в больших углах ехать с дымом. Поэтому еще один тест сливы пройден. Она, кстати, сегодня хорошо себя вела. Единственное, что, конечно, очень быстро греется. По сравнению с лавром, так очень-очень быстро, потому что тут буквально, ну, два круга, или даже один круг, и температура масла и воды 110. Не знаю, что с этим делать, но мне кажется, решения какие-то точно есть, чтобы она не дико грелась. Ради к багажнике я точно не хочу. Хочу обойтись какими-то околостоковыми такими методами. Может быть, другой радиатор, может быть, другие вентиляторы, может быть, диффузор побольше. Подведу итог, что в целом на сливе сегодня отлично погонял, отлично ее затестил. Кстати, кто из Питера, может сюда приезжать на тренировки. Тренировка стоит 1000 рублей. Катайся целый день. Хоть с утра приезжай и до самого вечера. Это крутая альтернатива автодрома и вообще любой площадке, что можно просто приехать и спокойно покататься. А новички сегодня были все там, вот на дальней площадке. Там была мокрая восьмерка для них. Там тренили восьмерку, но я издалека видел. Короче, все круто. Мне очень заходят такие выходные, наполненные дрифтом. Сейчас поеду домой. Гоню я по кольцевой и понимаю, что машину тика начинает вести. Срулил тут на парковку. Колесо сдуто вообще в ноль. Непонятно почему. Хорошо, что у меня всегда с собой теперь вот такая функция. Это подкачка. Единственное, что я купил, не очень удобный манометр. Хоть это и брендовый Лекотовский, дорогой. Тут шкала от нуля до 15 бар. Сами понимаете, 15 бар и даже 10, даже 7. Они как бы нафиг не нужны. Самое интересное, все от нуля до, ну, 4, наверное. Поэтому на будущее знайте, что манометры покупаете от нуля до 4, которые подробно пишут. А то, знаете, здесь высматривать, что 1,7, что там 1,9, особо непонятно. Заглушил машину, чтобы послушать, где сдувает. Но нигде не сдувает. Видимо, резко сдулась. Я не знаю. Причем я сейчас ехал по каду очень знатно. Я думаю, вы согласны со мной, что надо немного затестить. Надеюсь, следовольщиков тут не разбудил. Подъехал на площадку хоть и понедельник. Машин 13 точно есть. Ребята катают, тренируются. Но, в принципе, как я уже говорил, что альтернатив где-то еще покататься, да еще и днем вообще нету в Питере. Включим иллюминацию. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Взял у Лехи попробовать манометр его. Вот это вообще топчик. Смотрите, видите, какая точная шкала до 4 пар. Прям не ошибишься. Еще и большой такой циферблат. Но такой манометр стоит 7 рубасов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас классно катались с Лехой, но он два раза в одном и том же месте развернулся. Сначала подумал, что у него резина закончилась. Леха подумал. Но теперь, оказывается, это гур. А с чего ты сказал, что он закончился? А, не поворачиваясь в твою носку. 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 На улице потемнело, как всегда, резко. В принципе, сейчас прокатился со светом, кататься можно. Здесь еще, ребята, вот такие установки световые на крыше с рейлингами. Причем четко. Две линзы светят вперед и две по бокам, то есть вправо и влево. Потому что, когда едешь боком, то, что светит вперед, не видно. Заехал сейчас после тренировки Бус Моторс. Мне, ребята, сделали замок багажника, потому что он не работал. Чуть-чуть подрихтовали. Я надеюсь, продержится. Также небольшую шинку проведем. Колеса стер вообще в ноль. Есть те, кому интересно, сколько стоит день покатушек. 2142 рубля, 39 литров. Получается, я в прошлый раз ровно здесь заправил до полного бака. Поехал, съездил, покатался и сейчас ровно сюда приехал. Сейчас полностью отмыл Лавру, потому что после Москвы я его вообще не мыл. Все, не было времени. Неплохой сегодня тренировочный день. Хоть я и приехал под вечер и скатал ровно две покрышки новых. Где-то за три часа катаний. Как я вчера и думал, что на Лавре, конечно же, на этой площадке заметно веселее, чем на Сливе. Потому что Сливу лишний раз не хочется. Не задеть покрышки и тем более не задеть об кого-нибудь. Поэтому наш боец Лавр сегодня доставил эмоции на все 100%. Ребят, спасибо, что смотрели этот ролик. Кому он понравился, обязательно ставьте лайк. Также подпишитесь на канал. С вами был Серега Стилов. Всем пока. Не, ну серьезно, подпишитесь на канал. Нажмите подписаться. Еще и колокольчик нажмите, чтобы приходило уведомление о новых роликах. Потому что ролики выходят практически каждый день. И когда это будет утро, день, вечер или вообще ночь, я сам не знаю. Потому что как только смонтировал, так сразу выложил. Поэтому подпишитесь, поставьте колокольчик и все будет вообще окей.